Если не возражаете, у нас есть телефонный звонок. Доброе утро. Здравствуйте, как вас зовут? Доброе утро всем. Здравствуйте, Сергей. Меня зовут Александр. Во-первых, спасибо за ваше мнение по ковиду. Мое мнение тоже западает с вашим на 100%. Но вопрос у меня на другую тему. Два вопроса на одну и ту же тему. Первое. Каким образом Грузия смогла освободиться от такой социальной коррупции? И второй вопрос. Сможет ли Россия, и что ей для этого надо, когда-либо освободиться от этой коррупции? Спасибо вам, Александр, за вопрос. Спасибо за то, что разделяете мнение по поводу ковиду. Это приятно слышать. Конечно, львиную долю в этом деле сыграл приход власти в 2003 году командой Мишса Акашвили. И полная полицейская и чиновничья реформа. Действительно, были взяты молодые люди, которые в Швейцарии и во Франции проходили обучение в полицейских академиях. Двухлетние. И все это было очень, когда у нас даже было популярное реальти-шоу полицейской академии. Мы сами видели и сами смотрели, как наши правоохранители обретают свою профессию. Например, сложно бы, наверное, 30 лет назад, если кому-то бы сказать, что в Грузии среднестатистический человек и большинство будет уважать полицейских, это, наверное, вызвало бы смех. Но, тем не менее, это стало реальностью. То же самое, и уволили не только вот эти низы для вида. Уволили внимание всех от слова «совсем» и приняли людей, которые никак, никогда не мешались вот с этим бывшим, затхлым и ужасным. Потому что в противном случае это бы никак не подействовало. Более того, увеличение, повышение, наверное, уровня национального самосознания, в принципе, повышение информированности относительно того. Короче, быть законопослушным стало круто. И здесь огромную роль еще играет молодое поколение, которое всякий раз сменяет предыдущее. И всякий раз, здесь такая грузинская поговорка прекрасная, я сейчас пытаюсь ее перевести просто, для страны твоей всегда хорошо, если сын лучше, чем его отец. Ну вот что-то в этом роде, я сейчас очень коряво перевел, не художественно. И вот в этом плане действительно, особенно наше совсем молодое поколение, которое совершенно по-другому мыслит принципиально, все это вместе и, что самое главное, свобода слова. Свобода слова и не преследование за мнение, за позицию, наличие совершенно всех средств массовой информации, всех политиков, которые лояльны всем политическим силам, каждая своей в нашей стране. Появление на нашей журналистской арене первого канала общественного вещателя Грузии, где работают только честные журналисты. И это единственный канал в моей стране на сегодняшний день, который делает настоящую журналистику. Тем не менее, оппозиционных каналов даже больше, и они имеют большую аудиторию, но к ним никто не врывается и никто не закрывает их принудительно. Кстати, когда режим, уже тогда режим Миши Саакашвили подходил к концу, вот тогда это правительство, создавшее совершенно прозрачную систему выборов, проиграло эти выборы, потому что каждое правительство должно уметь уходить. Его сменяемость, сменяемость власти, это ее лучшее качество. Именно поэтому под конец стали происходить те вещи, которые не должны происходить в Грузии. Это, я вам говорю, 2010-2011 годы. И в 2012 году мы выбрали новое правительство. Надо будет это переизберем. Весь вопрос в том, что теперь я точно знаю, что бы я ни написал, что бы я ни сделал, что меня будут слушать. Я могу публично делать замечания сотрудникам полиции, если они вдруг встали в неположенном месте. Я знаю, что я могу выиграть суд. Я знаю, что я буду услышан в любом случае. Я знаю, что, да, может быть, огромное количество людей не думает так, как я, но это еще не повод для того, чтобы кого-нибудь из нас считать маргинальными. Грузия теперь это большое многонациональное государство с плюрализмом, с новым культурным каким-то уровнем. Конечно, еще огромное количество проблем, которые надо решать, и мы будем их решать. Просто у нас есть условия для того, чтобы их решать. Я думаю, это важно. Это по поводу коррупции. Что касается России, я вам честно скажу, я очень долго думал, что должно произойти с Россией, чтобы все это ушло. Конечно, быть глупым не хочется, и надо знать и понимать разницу между Грузией по ее размерам и огромной Россией. Я считаю, что Российская Федерация, ну, все мы понимаем, что это империя. Из кольного курса мы помним, что империя – это государство, которое имеет выход к морю. Помните, да, такие вот отличительные черты империи. И насильственно присоединенные территории. Вот это вот определение, полностью под него подходит Российская Федерация. Я ни в коем случае не выступаю против территориальной целостности России. Я выступаю против территориальной экспансии России. И если уж у меня спрашивают рецепт, и интересно мое мнение, я считаю, что Россия – это несколько государств, то есть рецепт успеха России – это несколько государств, добрососедствующих, живущих, возможно, даже в каком-то экономическом союзе вроде бы европейского, но не может Чукотка и Дагестан быть одним государством. Вот о чем я говорю. Может быть, это поможет, но, еще раз говорю, я не политолог, я не стратег. Я очень люблю российский народ, представителей которого осталось, к сожалению, мало, которых теперь не в большинстве. А вот то, что разводят, это вызывает огромное сожаление. Я бы не комментировал это никак, если бы их не было на наших территориях. Ну уж как-то сами разбирайтесь у себя в стране. Северная Корея не хуже, да, она хуже, но она не захватывала Кахетти. Спасибо. Спасибо. Спасибо.